Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рассказывают о народе израильском во времена Мидо-Персидской империи. Это то, что мы сейчас вот с вами рассматривали, что мы с вами закончили рассматривать. Главы 9 и 10 рассказывают о том периоде, когда Греция будет править миром. 11 повествует о временах Римской империи. 12-14 последние дни или тысячелетнее царство. Повторить еще раз. Да, это если схематично говорить о плане книги пророка Захарии. То есть первых восемь глав Мидо-Персидская империя, потом Греция, потом Рим и потом тысячелетнее царство. Итак, первый большой раздел, главы с 9 по 11. Нам представляется, что здесь происходит следующее. Происходит как бы противопоставление личности Александра Великого и Иисуса Христа. Итак, мы с вами сейчас попытаемся проследить маршрут, по которому Александр Великий делал свои завоевания. В первые четыре стиха 9 главы. Говорят о разрушении Тира. Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, ибо у Господа на всех людях, как и на все колены Израилевы, на Имав, смежный с ним, на Тира, Сидон, ибо он очень умудрился. И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыль и золото, как уличные грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Нам доподлинно неизвестно, что такое Хадрах. Возможно, это один из северных городов недалеко от Дамаска. Но основной акцент сделан на двух городах, на Тире и на Сидоне. И, опять-таки, из этих двух городов выделяется Тир. Тир был известен как экономический центр. Там были очень такие проницательные, умные торговцы. Располагался он на побережье Средиземного моря. И, соответственно, имел торговые отношения со многими странами, которые располагались также в прибрежной зоне. Относился он к Феникийской империи. Корабельщики были тоже очень известные феникийцы. Немного из истории разрушения Тира. Поскольку существовала и угроза его существованию, Тир удалился с основной, как бы с материка, на остров, который располагался примерно в полумиле от берега. Разрушение Тира было изречено пророками. Изекииля, 27 глава, в частности, содержит пророчество о том, что Тир будет разрушен. И даже Новохудоносца он атаковал Тир. И попытки его разрушить Тир не увенчались успехом. А потом Александр Великий подошел к стенам Тира. И чтобы добраться до вот этой крепости, расположенной на острове, Александр Великий разрушил город, который существовал на самом материке. И с помощью вот этих кирпичей и остальных строительных материалов, которые остались в результате разрушения, он построил переход вот к тому острому. По этому переходу армия Александра Великого и подошла к острову, на котором располагался Тир. Произошла осада этого города, и в результате этой осады город был разрушен. Потом Александр Великий двинулся на юг от города Тир. И его маршрут через палестинскую землю как раз и описан в стихах с 5 по 8. И сейчас смотрите, какие города он разрушил. Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа и вострепещет сильно, и Екрон, ибо посрамится надежда его. Не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Исторгну кровь из уст его, и мерзости его, и зубов его. И он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет как и Евусей. И я расположу стану дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Вот смотрите, это описание, в принципе, и есть тот маршрут, по которому шел Александр в своих завоеваниях. Но вы обратите внимание, что в 8 стихе здесь говорится о том, что я расположу стану дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель. И 8 стих как бы переносит нас совершенно в другой период времени. А теперь мы видим вход другого царя-завоевателя, который завоевывает совершенно иначе, чем Александр. 9 и 10 стихи. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима. Си, царь твой, грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, ныне сыне под Еремной. Тогда я скреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народом, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Я думаю, что из Евангелия вам уже знаком 9 стих. Эти слова цитируются при торжественном входе въезде Иисуса Христа в Иерусалим на вербное воскресенье. Теперь обратите внимание на контраст, на противопоставление, на разницу между Иисусом Христом, Александром Великим. Александр Великий пришел, чтобы ограбить, убить, разрушить. А Мессия приходит для того, чтобы спасти и чтобы искупить. Александр входит в разрушенные им города с высокомерием и помпезностью. А Мессия приходит как кроткий, сидящий на ослице. Александр приходит с военной силой, а Иисус Христос приходит с миром. И все люди трепетали от ужаса, когда узнавали, что Александр движется в направлении их города. Но и Израиль должен радоваться при новости о том, что грядет Мессия. И в 10 стихе описывается характер царства Мессии. И в отношении мира и в отношении влияния этого царства всемирного масштаба. Иисус Христос никогда не намеревался прийти и распространить свои благословения только на Израиль. С самого начала Его владычество должно было распространяться на весь мир. Поэтому, когда мы читаем до концов земли, мы вспоминаем те утверждения, которые Иисус Христос сам делал во время Своего земного служения на земле. И особенно Деяния 1 глава 8 стих, когда апостолам говорится пройдете до концов земли. Я был бы не удивлен, если бы именно отталкиваясь от этих стихов и имея их как бы в сознании, Иисус Христос посылал своих апостолов. А теперь мы переходим к другой исторической эпохе. в главах 11-17, в стихах 11-17, 9 главы. Мы уже не представляем себя Александра Великого, не о нем идет речь. Но это период Маккавеев. Наиболее чудесный период истории во 2-м веке до нашей эры. Давайте будем слушать стихи с 11-17. А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изорвав, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония и сделаю тебя мечом Ротоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращенные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполниться, как жертвенные чаши, как пулы жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб подушевит язык у юноши, и вино у отраковиц. Обратите внимание, особенно в 17 стихе, в 13 стихе, Иуда и Израиль объединены, и они будут и инструменты, которые Бог использует для исправить преступление на своих врагах Израиля. И с помощью них, как орудия, Бог будет вершить суд над врагами Израиля. Вот обратите внимание, в начале отрывка «Израиль притесняем». И, конечно, во 2-м и в 1-м веке до Рождества Христова они действительно были притесняемы. Но Бог говорит, «Ибо как лук я натяну себе Иуду и подготовлюсь к тому, чтобы выпустить стрелу». И именно Иуда и Израиль станут его оружием в борьбе. Мне кажется, в 14-17 стихах рисуются победы макавеев. Один богослов сказал следующее. Некоторые из побед макавеев были настолько изумительны, что они требуют сверхъестественного объяснения. Существуют чудесные истории о том, когда макавеи были в явном меньшинстве и при этом при всем одерживали победы над своими притеснителями. Иногда над греками, иногда над ремлянами. И особенно им удавались походы против Антиоха и Эпифания во 2-м веке до н.э. Я сейчас хочу призвать вас немного более детально изучить период макавеев. Это один из удивительных периодов в истории Израиля. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте ТВ-семинари.ком Десятая глава во многом дополняет и развивает те темы, которые были затронуты в 9 главе. Народ Божий призывается искать Божьих благословений в первом стихе. А в стихах со 2 по 7 евреи будут укрепляться для того, чтобы вступать в сражение. Дальше Бог соберет вместе всех людей в земле палестинской. Об этом говорится в стихах 8-11. И, наконец, потом весь народ будет ходить с Богом. Итак, первый стих. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блестит молнией и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле». Итак, здесь Господь призывает народ просить о благословении Божьей. Нам не дается, потому что мы не просим. Поэтому просите Господа. «Ибо терафимы говорят пустое». «И вещины видят ложные, рассказывают сны лживые. Они утешают пустотую, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом иудин, и поставит их, как славного коня своего набрания». А мы уже в «Малых пророках» неоднократно об этом читали, это видели, что правители начинают править неправильно, то есть извращают пути народа. И вот как раз о них идет речь, когда говорится «И козлов я накажу». Вот об этом говорится. И вот смотрите, какая перемена происходит, когда Захария пишет во втором стихе «Божий народ называется овцами». Кто может быть более беззащитным и таким кротким, чем овца? Овца не может себя защитить, и она боится всякого хищного животного. Но к концу третьего стиха Бог уподобляет свой народ славным коням на брани. Смотрите, как макавеи, которые стали могущественными воинами силой Божьей. А дальше стихи 4 по 7 содержат предсказания о великой победе Израиля. И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифа, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними. И они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселиться сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. Восторг будет сердце их о Господе. Итак, теперь образ меняется с образа овцы на образ славных коней, и далее в 5 стихе героев. А теперь давайте прослушаем отрывок с 8 по 12 стихе, который рисует нам картину того, как Бог соберет весь свой народ вместе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде. Я расселю их между народами. В отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую, на Ливан, и не достанет места для них, и пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и сякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их Господи, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. Я очень хочу, чтобы из этого конкретного отрывка вы вынесли из себя следующую мысль. И эта мысль содержится в 12 стихе. А что произойдет не только возвращение в землю, но и духовное обращение. И Божий народ будет в конечном итоге ходить с Богом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok